Бодрое и веселое утро вместе с Салом Хамсадо! Доброе утро, дорогие радиослушатели! Доброе утро, страна! Это утренний шоу Салом Хамсадо! Я Джамиля Назарова и Фердавс Каримзот, мой ведущий, прекрасно харизматичный и смешной. Я хотела тебя похвалить немного, но ты, как всегда, все прервал. Молодец! Таша Кур! Салом Алейкум Шнаван Дагон! Я дам себя, что, когда я буду с Салом Хамбас, я хочу сказать, что я хочу, чтобы я буду с Салом Хамбасом. Я хочу, чтобы я не салом, а перестал ко мне, чтобы я не салом, чтобы я не помню, чтобы я не салом-палом. Продано! Друзья, что ж, время 9.12 в Душамбе, сегодня у нас 8 февраля, и нашу студию сегодня украсила прекрасная девушка. К нам в гости пришла Шакира. Каду Шакира. Вот-вот-вот. Наша Шакира. Та Шакира, которая в сто раз лучше, чем та Шакира, о которой ты подумал, Фердаус. Сегодня у нас в гостях очаровательное Мино. Доброе утро, Мино. Как дела? Хорошо, спасибо. Спасибо, что пригласили. Рада вас видеть. Взаимно прекрасно выглядишь. Ты сегодня не одна. Сегодня ты в сопровождении Мачо, джентльмена, одного из самых лучших блогеров у нас в стране. И не только, может быть, один из лучших блогеров в СНГ. Да, друзья, Мино сегодня пришла вместе со своим другом и, как я предполагаю, продюсером Рафаэль Гулов тоже здесь. Сау-малейкум. 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 Продюсер Мино. Вам спасибо, что пришли. Рассказывайте, как ваши дела? Хорошо, спасибо. Спасибо. Скоро концерт у вас, да, 14 февраля? 14 февраля. Осталось чуть меньше недели. Как идет подготовка? Хорошо. Высыпаетесь? Нет. Не высыпаетесь? Нет. Полностью погруженная в эту атмосферу, да? Подготовительная, скажем так. Рафаэль, с каких пор ты продюсер? Да, с каких пор ты продюсер? Нет-нет-нет-нет. Серьезно, с каких пор ты продюсер? Чего это ты вдруг решил пойти в эту сверку? Говорит на русском, на таджикском. На таджикском языке есть. Хорошо. Хорошо. В следующий год я сняла в Корр-Робо Мино Мы были в следующем году в Корр-Робо Мино И когда мы нашли консерты, мы сделали вместе После консерта мы оформляемся И как тебе нравится новая света? Очень много нервничек. Но это ты его доводишь или обстоятельства? Нет, у меня было очень много, потому что мы, как мы рассказываем, коррекарда и студия, коррешуру кардин. Мы говорим о том, что мы можем обозначить консер, потому что у меня есть много пониманий. Потому что это это первый клип. Потому что мы понимаем что мы всё понимаем, которые занимаются проводом работы. Именно мы думаем о том, что мы делаем в очереди. Рафаэля. — Мы думаем о том, что мы делаем к 평аве и КПИ. Продолжение следует. Мы действительно и делаем кредит в конце концерта. Их рассказывают, что мы говорим. Чтоб я слушаю, ты разговариваешь? Ты разговариваешь? Всё ответит, Мино, я только хочу сказать, что вы не любите никаких субдов, пока конфликтов нет. Первый конфликт. Ну и вот и вот и вот. Вот, я вот. Главное. У меня, мы с вами говорим, что вы как-то когда-то говорили, что субинами ДВУ если ты был на Tinder и Инстаграм не зародишествовал, потому что мы срываем двойниками прошло ко мне, а мы с вами сидим на Инстаграме и раньше. Правда, я бы сказала, что все бросилось в путь, но сейчас убит меня из него в маят. Мы с вами уже не хотим, чтобы это было. Нет, мы не хотим, чтобы это было несколько часов. Я думаю, что в принципе, мы не должны говорить, потому что мы не знаем, что 10 лет, что это было до 80 лет. Например, у меня как-то 10 лет, я даже не знаю, что я за это делаю, это практически 10 лет. Я думаю, что в период перешивали, Я думаю, когда мы учимся, когда мы думали о 10 лет, мы понимаем, но в цене те, что в действии, они не завершились делать и, когда они не разговаривали, они не объявились Вот именно. Так нельзя, нужно вот так, нужно вот так делать, ты об этом не думай, успокойся, все будет хорошо, все будет хорошо. Мало, это здорово. Это здорово, когда у нас есть фильм «МТВ», «Джейн», «Ботучищут», «Ташишня», «Кашка Машхудмешава», «Джейн», «Холоба супермаркет», «Меравей». Знаете, уже видно, что вы притираетесь друг к другу, потому что вы становитесь друг на друга похожи. Вот Мино, например, у вас сейчас с Рафаэлем похожи прически. Чего это ты вдруг сменила стиль? Я хотела просто поменять свой стиль, так как меня долго не было на сцене. Ну очень здорово, слушай, тебе очень идет. Новый стиль. Да все, ты будешь так, значит, выступать на концерте. Концерти нау, Мино и нау. Теперь к сладенькому перейдем. У меня есть пару вопросов, вообще у нас много вопросов, потому что на благо ты один из тех гостей, которые раньше давали интервью, и подготовка к этому нашему интервью была легче, потому что у нас есть материал, с которым есть поработать. В любом случае, любые интервью Мино было интересно смотреть, и в одном из интервью три года назад ты сказала, что одна из твоих самых больших мечт, если можно так выразиться, это устроить и организовать свой сольный концерт. Да. Потом что произошло? Далее, через год где-то ты дала еще одно интервью, и там тоже был похожий вайп. После этого интервью ты пропала. Два года практически, а может даже больше, тебя как бы не было видно. Не то, чтобы ты вообще не выступала, но в целом что-то как-то не было активности той, которая была до этого. Почему? Что произошло? Что происходило эти годы? Я не знаю. Как-то так получилось, что не хотелось работать. Выгорания? Да, да. Без каких-либо причин. И что ты, чем ты занималась все это время? Ничем. Кайфовала, гуляла, летала по другим странам, отдыхала, да? Нет, я вот, например, знаю, что ты все равно посещала студии, так или иначе, ты занималась спортом, то есть, значит, некоторое время ты вообще не активничала. Я не то, что полностью ушла со сцены, а просто через лень работала. А вот не работала с психологом, например? Не было такой практики у тебя, чтобы там проработать эти моменты? У меня мама как психолог, а мне психолог не нужно. И как? Ну, теперь у тебя появились силы или что произошло? Может быть, что-то произошло в твоей жизни? Желание опять появилось. Желание появилось покорять сцену? Да. Так. Все, все, все. Вдохновилась, значит, да? Подкопилась силы. Сиралой Турки бы она зарала. Ну, обычно это так происходит, говорят, из-за тиши перед бурей. Вот, Мино не было, не было, и тут бац, сольный концерт, Мино. Бос-тарон и бос-бур, Рафаэль пойдешь, да. И тут Рафаэль его, ее сопровождает в этом, это здорово. Ты написала новую песню, сочинила, записала, либо что? Несколько. Несколько песен. Ты сама пишешь тексты? Есть несколько треков, которые я сама написала. Они будут у тебя на сцену? Да. Так, и о чем? О любви? О любви. Друз, суроди нау, астанки. Масалан, ман, бывают, дурамки, хардон, боехать. Мо-снипе, да, як-то, он хорала, кайдар, инстаграм с артудем. Ва, як-дуруз бад, насып, кандавы, ша-снипери, ты суроди, дигарм, и борет. Ва, ага, шумой, джузаде. Тирк, мы к нам, ино, кам-то, ракаш, растоарет, все хуб, мячават, суроди. Друзья, самый настоящий продюсер Рафаэль Гулов, кто бы мог подумать, что вот у нас наш активный журналист, блогер, станет таким умным, продюсером. А после журналисты не умные, ты мог под вашим журналистом стать умным. Заметьте, я после журналиста сказала про блогера вина. Да, мы шутим, конечно. Рафаэль, мы обязательно тебя отдельно позовем и поговорим о блогерстве, это отдельная тема. Никого не хотели мы обидеть, конечно, у нас блогеры самые активные. Мне кажется, блин, стоит, да, учитывать тот факт, что только умный, прошаренный, активный, шустрый человек может стать успешным где-либо, в какой-либо сфере. Блогерство, журналистика и все-все-все другие гуманитарные или естественные науки, все это одно и то же. Немного вас рассмешили перед тем, как вы споете отрывок из новой песни, которая до сих пор не выпущена? Нет, еще на концерте. Давайте. Эксклюзив на радио Хамсадо. Мино, кушьми к ним. Моромат. Так, чуть-чуть назад еще. Подождите. Джоэп Баджоэша на мимуни? Джоэп Баджоэша на концерте. На радио Хамсадо чизи пинхони, бокки на мимунат. Мохамм ашро и в шоми к ним. Хуб, маромат. Рафты. Вот так поставим, да? А вот с манами, брофт. Девушки отдыхают. Не, не шу. Не шу. Продюсер, продюсер. А у кораски нам она гон. Продюсер. Моромат. Джи Дина Зора Бакфет. Мне кажется, безумный. Шох писари хошджамок, хошруйи то, би мисол. Махкули делом, шедая, дел манакани малах. Продолжение этого шедевра будет 14 февраля на сцене Сурушхола. Обязательно приобретайте билеты и приходите. Я знаю, что у вас политика, кстати говоря, насчет цен очень такая мягкая и цены адекватные. Да, мы решили, что… Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! Спасибо за просмотр! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что ж, друзья, так как Мино пришла сегодня не одна, а с Рафаэлем Гуловым, и он только что тебя поддерживал здесь, пока ты участвовала в игре, я предлагаю тебе тоже сыграть, Рафаэль, и я тебя тоже, да, назову именно трех исполнительниц, а ты должен будешь выбрать, уберем свидание, добавим другой немного формат, кто мог бы стать твоей лучшей подругой, с кем бы ты отправился в путешествие, и с кем бы ты предпочел не знакомиться, и вообще… Это очень сложно. Это очень сложно, но зато интересно. Ну, опять же, друзья, это игра, игра на радио Амсадо. Итак, всего лишь три имени, я тебя не забыл. Поехали. Мехренегори Рустам, Мадина Акназарова, Худжастая Мирзовали. Кто бы мог стать твоей лучшей подругой, с кем бы ты отправился в путешествие, и кого бы ты предпочел вообще игнорировать? О, боже, это очень сложный вопрос, потому что я очень близко дружу со всеми из них. Если честно, я бы со всеми с ними подружил и полетел бы в путешествие, и никого из них не проигнорировал, к сожалению. И троих бы проигнорировал. И троих бы проигнорировал. И да, и будем разделять их, да, получать. Да, давайте не разделять, потому что… Каждый из условий подходит. Все бы ты сделал, и подружился бы в путешествии. Иногда бы проигнорировал. И проигнорировал бы. Ну, все, хорошо, ладно. Так нечестно, но что ж поделать. Все, друзья, спасибо огромное за игру. Обязательно. Расскажи, пожалуйста, какая у тебя игра? Мино уже в похожую игру у нас играла, когда была в гостях, да, тогда ты отвечала, тогда ты выбирала между двух предложений, а здесь уже просто нужно отвечать, да или нет. И так игра на радио МСАДО, БАПЕШ. Мино БАПЕШ. Мино БАПЕШ. Мино БАПЕШ. Мино БАХРИЛОЕВА ТАССИЗМЕДИЯ ДАРОЯНДА. СЕСОНИЯ. НЕ ЗНАЕМ. МОСТ БОТЕ. БАШЕССИЕ СОЄАДАСТЬ, ИАННИ, ЯПТОГРАФ, ГЗАЩТАЕТЬ? ДА. ДЕР КОНСЕРТ ДУСТ ПИСАРАТУН РОД АВАД КЕРДАЕТ? НЕТ. БАБАЗАРИЯ ЖАХУНИЙ МУСИКИЕ БАРОМОДАН МЕХОГЕД? ДА. Спасибо огромное вам, друзья, за замечательно проведенные 50 минут эфирного времени. Время уже здесь прошло. Спасибо вам, ребята, передаю вас, Джамила. Спасибо огромное. Что ж, а сегодня у нас в гостях, так как были Мину и Рафаэль, время вообще с максимальной быстрой скоростью пролетело. Спасибо огромное вам, что пришли. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям? Пожалуйста. В первую очередь пригласить на свой концерт. Потом всего самого наилучшего. Мину и Рафаэль, время с максимальной быстрой скоростью пролетело. Проходить в Кохи Суруш. Это Вафа-центр, друзья, чтобы вам было понятнее. Билеты по очень доступным ценам приобретайте их, звоните по номерам, которые указаны в Инстаграме. У нас, у Мину, у Рафаэля, в общем, везде. Также вам желаем, друзья, всего самого наилучшего, сил вам, терпения и дай Бог, чтобы ваш концерт прошел отлично. Чтобы все его вспоминали просто всю свою жизнь и говорили, какое это было красивое шоу. Первый сольный концерт Мино. Дай Бог, чтобы так и было. Спасибо, что пришли. Шо, Мадет. Спасибо вам за приглашение. Радиослушатели, желаем вам всего самого наилучшего, хорошего, отличного дня. Сегодня у нас 8 февраля, время 10 часов утра, день только начинается, все самое лучшее впереди. Будьте на волне 94.4 FM, услышимся завтра в 7 часов утра. Пока-пока. Баха-махар. Бодрое и веселое утро вместе с Солом Хамсадо.